Непосредственно в районе крушения лайнера в Египте на месте до сих пор работают специалисты. Наряду с российскими экспертами прибыли еще несколько иностранных групп. Эта зона сейчас практически закрыта для полетов. Сейчас мы можем показать флайт-карту, на которой виден воздушный трафик. Это север Синайского полуострова. Видно, что лайнеры направляются в обход точки катастрофы. Сразу после трагедии власти Египта сначала рекомендовали авиаперевозчикам выбирать другие маршруты, а затем и вовсе закрыли в этом районе воздушное движение. Сейчас для специалистов важна каждая деталь. Чтобы собрать все фрагменты упавшего самолета требуется время. Обломки оказались разбросаны на площади в 20 квадратных километров. Наш специальный корреспондент Денис Давыдов следит за поисковой операцией. Посольство России в Египте. Цветы и свечи сюда приносят третий день. Для Египта катастрофа с российским самолетом. Шок это не преувеличение. Все местные жители, которых мы встречаем, когда они узнают, что мы из России, это и сотрудники гостиницы, таксисты, все выражают слова соболезнования. Для Египта случившееся большое горе. Авиакатастрофа – первая новость национальных каналов и ведущих изданий страны. Местные военные активно помогают нашим спасателям. Группировка из примерно 100 человек вместе с египетскими солдатами шаг за шагом обходит километры пустыни. В зоне чрезвычайной ситуации работает мощная группировка, российские спасатели, наши египетские коллеги. Мы буквально по сантиметру завершим в 22.00 обследование всей территории, это 20 километров квадратных. Применяем методы комплексного обследования, беспилотную авиацию, новейшие технологии. Здесь все еще находят фрагменты человеческих тел. По пустыне разбросаны чемоданы, одежда, мобильные телефоны пассажиров. Много кусков обшивки и деталей аэробуса. За сегодня спасателям удалось обнаружить около 50 различных элементов. Все отмечают на карте. По расположению фрагментов эксперты будут выяснять причины катастрофы. Сегодня на место падения самолета Когалы-Мавия вылетела большая группа экспертов Межгосударственного авиационного комитета. В ее составе помимо россиян есть и египтяне, и французы. Вот-вот приедут коллеги из Ирландии, поскольку самолет принадлежал их лизинговой компании. Ждут еще немцев на заводе в Гамбурге. 18,5 лет назад разбившийся лайнер собирали. Когда все стороны прибудут в Каир, начнется расшифровка черных ящиков. Вот они на фотографии. Сегодня удалось осмотреть бортовые самописцы, самописец параметров полета и речевой самописец. Внешнее состояние защитных кожухов этих самописцев удовлетворительное, что позволяет надеяться о том, что нам удастся расшифровать записи бортовых самописцев. Но расшифровка бортовых самописцев начнется только тогда, когда все участники расследования прибудут в Министерство гражданской авиации Египта. Египетская сторона главная в расследовании, поскольку на их территории упал самолет. Они будут принимать решение, где именно расшифровывать самописцы. Если запись в порядке, здесь в Каире. Если повреждена, отправят во Францию в офис Аэробус. Без данных с черных ящиков эксперты не дают никаких заключений о причинах авиакатастрофы. Пока не исключена вероятность внешнего воздействия, иными словами, пока не доказано, что пассажирский лайнер не сбили, крупнейшие авиакомпании решили перестраховаться. Перевозчики запретили своим пилотам летать над Северным Синаем. На специальной карте видно, как самолеты обходят стороной этот регион. Денис Давыдов, Вячеслав Черешко и Виктория Филатова, Первый канал, Египет.